Всем здрасте и добро пожаловать в сентябрь! Я безумерно рада, что настал наконец-то сентябрь! Я так его ждала! Я хочу с вами сегодня поделиться своими последними летними новинками. Тут немножко декоративной косметики, уходовой косметики и совсем немножко одежды. Я надеюсь, что я не буду много болтать и все это у нас вместе получится впилить в одно видео. Итак, давайте начнем с косметики. На самом деле, всего очень мало, потому что этим летом, как я вам рассказывала в прошлом видео, я очень любила заканчивать все, что у меня было открыто, и чтобы становилось всего меньше. Приезжала моя подружка с Украины, которая часто в Израиль приезжает, и привезла мне несколько вещей. Две вещи я у нее заказала, попросила, чтобы она мне купила, и две вещи она мне привезла как подарочек. Первая вещь, которая меня очень сильно впечатлила, я вам об этом уже рассказывала в Инстаграме, как и о многих других вещах, вот такие вот лаки для ногтей. Это лаки фирмы Ноготок. Я так предполагаю, что он есть и в Украине, на Украине, в Украине, а в Беларуси и в России, что он у вас есть везде. У меня два цвета. Самые банальные цвета для меня это красный и такой тауповый цвет. Красный это в номере 21, тауповый в номере 15. Хочу вам сказать, что эти лаки мне безумно понравились. Сейчас у меня нанесен на руках вот этот вот тауповый лак. Если вы хотите посмотреть, как выглядит вот этот лак красненький, то в прошлом видео я была с ним. Зайдите в прошлое видео, посмотрите на мои ногти. Для меня это абсолютно такой нюдовый, каждодневный цвет, тауповый цвет. Я просто обожаю такой лак на своих ногтях. Мне кажется, что это выглядит очень изящно. В общем, что вам хочу сказать. У меня очень жирная пластина ногтя, и обычные стандартные лаки на мне держатся один день. Самый такой стойкий лак на мне это лаки Эсси. Они держатся от 2 до 2,5 дней. Эти на мне держатся 4 дня. То есть у меня ни один лак на мне 4 дня не держится. Такого просто нет, он существует, и это в один слой. Для того, чтобы он держался 4 дня, я наношу один слой лака, и сверху наношу любое покрытие. У меня есть Эсси, есть Орли, есть Салли Хэнсен, это не имеет значения. С любым покрытием этот лак держится около 4 дней, даже больше 4-4,5 дня на мне. Но у меня ни с одним лаком такого не происходило, поэтому я безумно довольна. Единственное, что вы мне написали в инстаграме, кто-то из вас, что эти лаки быстро очень засыхают. Расскажите вы мне, если вы живете в России, пользовались своими, что вы думаете? В общем, мне безумно они понравились. Спасибо, Соня. И следующее, что я уже заказала у Сони, одну из своих любимых матовых помад. Это помада Севентин. Она мне привезла мою уже всеми нашумевшую. Я вам показывала 100 раз ее в инстаграме, 100 раз я была с ним в видео. Номер 11, Севентин. Это их помады матовые, которые называются All Day Lip Color. В общем, вот такие. Здесь есть блеск, но я никогда им не пользуюсь. Это их топ-глосс. Но я глосс не люблю, поэтому никогда не пользуюсь. Это вот такой вот мой, такой лавандово-фиолетовый, каждодневно-нюдовый цвет. Очень люблю. И что-то новенькое в этот раз я попросила Соню мне привезти. И я заказала у нее номер 16. Это вот такой вот бордово-холодный, красивый цвет. Вообще, изначально я хотела помаду Lime Crime Wicked, по-моему, она называется. Но, если честно, я жадничала потратить на нее вместе с доставкой 30 долларов. И поэтому, когда Соня сюда летела, я думаю, лучше я дам Сонике деньги, пусть она мне купит. И она, в общем, на нее купила эту помаду, поскольку ту я уже знала, вот этот вот, я эту знала очень хорошо, очень любила. Я знала, какого качества они, эти помады будут. И мы вместе с ней через swatch выбрали вот эту вот. И я просто ей супер довольна, она такая красивая. И вы уже в последних видео не раз меня в ней видели. Для видео про рубашки и до этого. Вся вот эта вот, всегда эта темная яркая помада, вот эта была она. Вот такой вот шикарный цвет. Просто любовь, любовь, любовь. Я ее не занесла в летний фаворит, потому что хотела вам рассказать про нее в покупках, но она однозначно была моим летним фаворитом. Просто, ну, шикарная помада, очень она мне нравится. И вообще мне нравится качество этих помад. Единственное, что у меня по поводу них есть маленькое негодование, поскольку эта марка продается в Европе, но в Европе не продаются эти помады. Из этого следует вопрос. Почему эти помады продаются только в России? Может быть, в их составе есть что-то, что в Европе не разрешено, а в России разрешено, и вот нужно это проверить. Но я пока это не проверяла, поэтому по этому поводу ничего сказать не могу. Следующее, что у меня появилось новое, вот такой вот лайнер от Dior. Мне его отдала моя хорошая знакомая, то есть мне отдала, подарила. Он обыкновенно, как, знаете, как маленький фломастер, делает тоненькую-тоненькую линию, но, к сожалению, тоненькую. Ну вот, даже сейчас видно. Он какой-то абсолютно, видите, вот я сейчас тут нарисовала, раза четыре прошлась. Он абсолютно не черный какой-то, он такой еле-еле черный, им очень сложно рисовать. Он очень сухой, и даже если я его вот так вот держу все время, туда как бы это само средство, сам лайнер как-то не наливается, не напитывает вот этот его кончик, и сложно им рисовать. Несмотря на то, что казалось бы, что такими фломастерами очень легко сами стрелочки рисовать, но как-то у меня вот не сходится с этими фломастерами. И не только вот с Dior, я пробовала немало этих фломастеров, и никогда у меня с ними как-то не дружилось, то есть никогда я с ними не могу толком подружиться. Они все как-то быстро засыхают, ими очень сложно нужно выводить, очень долго нужно выводить. В общем, казалось бы, это должно сокращать нам всю работу, но мне это, наоборот, делает намного больше работы, поэтому, на мой взгляд, этот лайнер тоже неудачный. Следующее, что я вам сегодня покажу, и вы мне не раз это советовали, я балда, почему-то вас никогда не слушала, и наконец-то я созрела и купила этот тональник от MAC, это MAC Face & Body Foundation, у меня, сразу скажу вам, в номере N1, то есть нейтральный 1, по-моему, он самый светлый. На самом деле, я всегда знала, что я нейтральный подтон, но почему-то все консультанты всегда в магазине, основываясь на том, что у меня есть краснота на лице, суют мне все тональники с розовым подтоном, что это абсолютно неправильно, поэтому я вам очень советую перед тем, как вы идете и покупаете тональник в магазине, попытайтесь изучить свое лицо, и понять, какой у вас подтон лица, то есть кожу, для того, чтобы вас в магазине лишний раз не вводили в заблуждение. Очень мне нравится этот тональник, я от него полно в восторге, почему? Потому что, во-первых, он супер-супер-супер жидкий, перед тем, как пользоваться, его нужно разболтать, он дает на лице минимальное покрытие, его можно наслаивать до такого среднего покрытия, у него влажный финиш, если у вас супер жидная кожа, то обязательно нужно пользоваться пудрой, если у вас сухая кожа, то вам, наверное, пудр не понадобится, он на лице абсолютно не виден, сегодня на мне, если у вас есть неровности и прыщички, вот у меня где-то здесь есть, я сейчас не вижу далеко камеру, то он не скроет, нужно как бы точно наносить, чем-то маскировать, но, в принципе, он выравнивает цвет лица, и он абсолютно не чувствуется в нашу жару, это прям самое то, как раньше я на него не обращала внимания, и почему я вас не слушала, я не знаю. Следующее, что я вам покажу, быстренько, вот такие вот салфетки для лица, я вообще не любитель снимать косметику салфетками, это исключительно для путешествий, для разных поездок, это салфетки Simple, я их заказываю на Asus, в прошлый раз заказывала вот такие вот, в Мадриде это был мой лучший помощник, в этот раз заказала вот такие вот, они более для проблематичной кожи, они с ромашкой, в общем, эти еще не открывала, просто вам хочу сказать, что это очень хорошие салфетки, они прекрасно снимают макияж с лица, они прекрасно лежат в сумке, и когда вам нужна мокрая салфетка, вы с ней можете сделать все, что угодно, и также она и для всего, и для рук, и для лица, в общем, эти салфетки у меня заменяют любые другие салфетки в сумке, именно в поездках, потому что, если брать обыкновенные салфеточки для попы малыша, то вы на лицо не всегда ими можете пользоваться, особенно люди, у кого чувствительное лицо, а такие салфетки, которые специально сделаны для лица, ими можно и все другое вытереть, и ваше лицо, поэтому они просто суперские, я думаю, что это видео все-таки разделю на два видео, потому что я вижу, что я много болтаю, если сейчас я его оставлю одним, то очень будет много разговора. Последние две вещи, которые я вам хочу показать, и немножко сказать свой совет. Две вещи, которые я купила благодаря, знаете, как это, под влиянием туристов. Мы с Соней ходили в этот магазин, где продается израильская косметика местного производства из одного разлива разные фирмы, о котором существовали этого магазина, конечно же, я не знала, теперь я знаю, где он находится, в любом случае, она покупала там разные крема для рук своим подружкам и тому подобное, потому что цены там относительно неплохие, даже не то, что это неплохие, очень бюджетные. Я купила две вещи. Купила вот такую вот маску для лица, маска Мор, Dead Sea Minerals, Beauty Peel of Mask с огурцом. Маска наподобие того, что у вас есть от Freeman, что вы наносите на лицо, она высыхает, и вы ее так корочку, как бы эту корочку, пленочку снимаете, и тогда она подтягивает ваше лицо. Эта маска на самом деле какой-то непонятной фирмы, эту фирму я понятия не имею и не знаю, но так вот этих фирм у нас тут, знаете, сколько их? Очень-очень много. Это один завод, один разлив и миллион разных фирм. И продают их по разным ценовым категориям. Поэтому, да, в принципе, неплохая маска, как я уже сказала ранее, подтягивает лицо. Давно я не покупала себе масок для лица, и зачем я еще купила одну, я не знаю, но то, что она, знаете, сдирается пленкой, меня это очень прям как соблазнило. Если бы она не сдиралась пленкой, я бы ее не купила бы, но мне было интересно посмотреть, что значит маска, которая вся снимается пленкой, а на самом деле вся так аккуратненько как бы сводишь, и она так вся, надеюсь, она от этого лицо не растягивает. И следующая вещь, что я купила, эту фирму вы знаете, и тут я хочу сказать пару своих копеек. Это маска для волос, я не покупала маски для волос уже месяцев пять. Я вообще не очень люблю маски для волос, потому что я никогда не вижу результата от маски для волос, для меня что кондиционер, что маска одно и то же. Но давно не покупала, решила попробовать, меня соблазнила и маска, и продавец меня уговорил, поэтому я решила попробовать. Эту марку вы знаете, это называется марка Health and Beauty, Dead Sea Minerals. Хочу сразу сказать, это фирма Health and Beauty, это фирма, которая у нас дешевая фирма, это фирма масс-маркета, она на уровне Гориньер, на уровне Лореаль, на уровне Нивеи, даже может быть чуть-чуть, чуть-чуть ниже этих марок, поэтому я зашла на Яндекс.ру и посмотрела, сколько эта маска у вас стоит, я ее купила за 30 шекелей, то бишь где-то 8 долларов, но все другие маски этой фирмы стоят в два раза дешевле, то есть я купила самую дорогую, и у вас она стоит 50 долларов, вот теперь представьте, у нас она 8, у вас 50, она стоит у вас как люксовый продукт, она абсолютно, эти продукты этой фирмы, они абсолютно не люксовые, поэтому если вы видите такие бешеные деньги, не покупайте, потому что результата за эти деньги, которые вы можете ждать, и вы не получите, потому что это абсолютно масс-маркетовый продукт из общего разлива. Ну вот я купила маску для волос, она мне ее посоветовала, что это, сейчас вам прочитают, на русском писано, маска с кератином для волос после термического воздействия. У меня термического воздействия нет, единственное, что может термическое воздействие солнца этим летом, но поскольку у меня волосы немножко отросли, и вообще они у меня не сидят нормально, в прошлом видео они у меня вообще сидели какие-то волнами непонятные, нужно срочно идти стричься, вообще никак не могу дойти. А вот я и поэтому решила купить маску, вы знаете, я хочу вам сказать, она... Я не могу сказать, что как-то восторг, она изменила мою голову, волосы, и вообще мне она так безумно нравится, нет. Но могу сказать, что есть у нее какой-то... Что-то она делает, потому что после нее волосы более... более... сидят послушно, вы знаете, они у меня супер лохматые, это очень часто видно на видео, что у меня стоят вот так вот, куда-то вверх что-то торчит. После этой маски, вот я даже вчера ее нанесла, подержала минуты так 4 вместе с маслом Бэй, я это все так смешиваю в руке, наголу, особенно на длину волос, и потом после длины волос уже остатки в корне. Так минуты 4 смыла, и вы знаете, у меня волосы даже после того, что я наношу и масло, и крем, они у меня как-то не стояли в разные стороны, они у меня как-то вот так вот сидели, у меня давно такого не было, и вчера еще у нас была влажность. В общем, что-то, видимо, она делает. Но я не могу сказать, что больше тех денег, что я на нее потратила, следует на нее тратить. То есть 50 долларов, ребята, она точно не стоит, поэтому до 10 долларов эта маска должна стоить, не больше. Поэтому пусть вас в России не разводят, что это косметика, а какая-то там дорогая, с Израиля, люксовая, нет абсолютно, масс-маркетовая косметика. Это были все мои новинки, что я попробовала за последнее время, и о чем я вам еще не успела рассказать. Я точно не впишусь сегодня еще вам показать одежду, поэтому, ребятки, продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok